ПРОЕКТ ВАРСТОРИ ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ История Второй мировой войны. Относительно малоизвестные страницы и эпизоды. Люди на войне. Руководитель проекта и главный редактор Владимир Крупник. Корпус свободных британцев в составе ВАФНСС в годы Второй мировой войны. В разные годы в печатных изданиях и в интернет-публикациях появлялись противоречивые сведения о численности и боевом пути британского подразделения СС ВАФН, в котором было несколько австралийцев. Например, до сих пор встречается утверждение или предположение о том, что это подразделение приняло участие в обороне Берлина в апреле-майе 1945 года. Наиболее исчерпывающее, базирующее на рассекреченных в 1980-е-90-е годы документах информация о данном подразделении приведена в книге «Ренегатс. Хитлерес. Энглишмен. Андриан Вэал. 1994 год». На материалах этой книги основан настоящий очерк. Подчеркнем, что здесь не рассматриваются судьбы другой группы британских ренегатов, принимавших участие в нацистской пропаганде, направленной против Великобритании. Это подразделение начало формироваться во второй половине 1943 года, когда военно-стратегическое положение Германии заметно ухудшилось. Основным источником военнослужащих для подразделения стали добровольцы военно-пленные из Великобритании и ее доминионов. Первым командиром так называемого Корпуса свободных британцев КСБ стал свободно владеющий английским языком гауппштурмфюрер СС Ханс Вернер Рёбке, ветеран боев на Восточном фронте. До войны он был студентом по обмену, учившимся в Великобритании. Иногда вспоминает о США, и, что вовсе не было редкостью, Рёбке не скрывал своих симпатий ко всему английскому и получил это назначение с шуточными комментариями со стороны своих командиров, с иронией отмечавших, что ты у нас всегда был настроен про-американский и про-британский. Ханс Рёбке Официально КСБ был основан 1 января 1944 года. Всего за оставшиеся полтора года войны в нем отслужили разные сроки 39 человек. Первоначально в составе Корпуса находилось 6 человек. Томас Купер, Фрэнсис Макларди, Рой Курландер, Эдвард Мартин, Альфред Минчин и Джон Уилсон Это была так называемая большая шестёрка в той или иной степени убеждённых нацистов, занимающихся также рекрутированием новых членов. Что это были за люди? Томас Купер Куперу, немцу по матери, в своё время по этой причине отказали в приёме в полицейский колледж и британские ВВС и ВМФ. Купер вступил в Британский союз фашистов, БСФ, и оставался в нём до своего отъезда летом 1939 года в Германию. Началась война, и в начале 1940 года он оказался перед выбором попасть в лагерь для интернированных или пойти служить немецкую армию. Выбрав второй вариант, Купер служил в различных подразделениях дивизии Тоттенкопф. В 1941 году он находился в Польше и позднее хвастался перед сослуживцами по корпусу, что принимал участие в расстрелах поляков и евреев. Побывал он и на Советско-германском фронте в составе СС-полицай-дивизион, участвовал в боях на его ленинградском участке и был ранен, имел боевые награды. Новозеландец Рой Курландер Одна из наиболее заветных фигур в КСБ Мак Ларди, бывший фармацевт и член БСФ из Ливерпуля, попал в плен в Бельгии в 1940 году. Летом 1943 года, после серии болезней, он вступил в КСБ, решив, что ему еще одну зиму в Польше, там находился лагерь для военнопленных, он не переживет. Рой Курландер, приемный сын литовского еврея, по матери англичанин, родился в Лондоне, служил в новозеландской армии, попал в плен в Греции в 1941 году. Курландер называл себя русским белым мигрантом и отличался крайне антисоветскими взглядами. До вступления в КСБ принимал участие в нацистском радиовещании на Великобританию. Мало что известно о прошлом бывшего рядового канадской армии Эдварда Мартина, попавшего в плен после разгрома гепского десанта в 1942 году. Альфред Минчин в прошлом был моряком торгового флота на судне Эмпери Ранге, потопленного немцами на пути в Мурманск. Позднее он говорил, что вступил в КСБ, рассчитывая на то, что это всего лишь пропагандистская группа. Бывший сержант Джон Уилсон был по всей вероятности принужден к вступлению в КСБ практически насильно. В документальном фильме «The Brits Who Fought for Hitler» 2002 год есть упоминание о том, что Уилсон был связан с британскими спецслужбами и умудрился передавать им сведения о КСБ из Германии. В феврале 1944 года свободных британцев стало 8. Хотя стоит заметить, что состав подразделения постоянно менялся, люди приходили и уходили. В КСБ также вступил бывший юнга Королевского фрота Кеннет Берри, который попал в плен в 1940 году, когда ему было всего 14 лет. Уже в марте, однако, Мартин покинул корпус и вернулся в лагерь. Позднее к корпусу присоединились Роберт Хейс, Роберт Лейн, Норман Роуз и Томас Фримен. Фримен был полностью оправдан после войны, так как доказал, что его целью был саботаж всего проекта и побег. Когда-то он сам входил в БСФ и разделял антикоммунистические и антисемитские взгляды нацистов. Однако во время службы в КСБ он действительно занимался антинациональной пропагандой среди колеблющихся британцев и подбивал их к побегу. Занимаясь рекрутированием, он подбирал людей, интересы которых были далеки от задач СС, и которые, как он говорил, позднее следствию внесут только хаос. Так Фримен и Уилсон в одном из лагерей рекрутировали австралийцев Роберта Чипчейса и Альберта Стоукса, а также сержанта Тео Элсмара, бельгийца, который замаскировался под южноафриканца. Стоукс был другом Фримена и первоначально собирался принять участие в саботаже всего предприятия. Свободные британцы в эсэсовской форме. Второй справа Альфред Минчин, второй слева Кеннет Берри. Весной 1944 года свободные британцы занимались рекрутированием новых членов в лагерях для военнопленных. В этот период в КСБ попали Уильям Хау, бывший младший капрал военной полиции, Эрнст Николс в британской армии, заведавший складом горючего. В мае и июне к ним присоединились бывшие моряки торгового флота Херберт Роуландс и австралиец Рональд Баркер. По иронии судьбы, Роуландс когда-то воевал в Испании в составе интербригад, дезертировал оттуда, позднее стал членом БСФ. Баркер был охарактеризован Купером как человек малоинтеллигентный. В КСБ его привлекла перспектива доступа к лучшей еде, алкоголю и женщинам. Агитационный плакат КСБ часто воспроизводимый на распространяемых в лагерях для военнопленных листовках. Подпись «Твое место» здесь, то есть в КСБ. В июне в КСБ пришли Джон Лайстер и Эрик Плезанс. Плезанс был бывшим членом БСФ и в свое время отказался служить в армии из-за пацифистских взглядов. Лайстер родился в Лондоне в немецкой семье и в 1935-36 годах жил и учился в Германии. Он также из идейных соображений отказался служить в армии. Работая на одном из британских островов в проливе Ла-Манш в 1940 году это была своего рода альтернативная служба, Лайстер и Плезанс оказались в зоне немецкой оккупации, умудрились совершить множество краж из заброшенных бежавшими людьми домов. Затем попытались сбежать в Англию, были схвачены немцами и попали в тюрьму во Франции. В конце концов они оказались в лагере для пленных торговых моряков. Оба пошли в КСБ по тем же причинам с надеждой на лучшую еду, выпивку и доступ к женщинам. Среди новичков весенне-летнего набора в КСБ оказались также Хэридин Бэчелор, бывший сапер, Хью Кауи, ранее совершил несколько неудачных побегов и пошел в КСБ, чтобы избежать военно-пылевого суда за обладание запрещенным радиоприемником. Рой Футчер записался в КСБ под угрозой попасть под суд в связи с немецкими женщинами. Фрэнк Мэйтон, в довоенное время член ПСФ, бывший капрал в частях Коммандос, ранее участвовавший в немецком радиовещании на Великобритании, и Том Перкинс, бывший младший капрал военной полиции. Из этих людей только Мэйтон выделялся пронацистскими симпатиями. В июне в КСБ было уже 23 человека. Типичным для корпуса были яростные споры, даже драки между членами Большой Шестерки и остальными британцами. Немалой дисциплинарной проблемой в корпусе было пьянство. В июле 1944 года Фримен и Элсмар написали письмо с просьбой вернуть добровольцев лагеря. Его подписали 14 человек, после чего инициаторы письма были обвинены в бунте и их отправили в лагерь Штутхов. Фримен бежал из этого лагеря в ноябре 1944 года и в конце концов встретился с наступающими советскими войсками. Он репатриировался в Великобритании в марте 1945 года. Трое из четверых британцев вступивших в корпус в августе попали туда в результате элементарного шантажа, который включал в себя пребывание в карцере, побои, угрозы расстрелом и прочее. Фредерик Крофт, бывший артиллерист, согласился вступить в КСБ после пяти неудачных побегов и длительного пребывания в одиночном заключении, ибо другого способа выбраться оттуда у него не было. Эдвард Джексон также был Шотландец Чарли Манс оказался в такой же ситуации, причем его возлюбленная была беременна, что грозило ему смертной казнью. Четвертый лейтенант Вильям Шерер попал в КСБ из госпиталя для психических больных. Этот бедный шизофреник вернулся в госпиталь всего через несколько недель, проведенных в КСБ. Высадка союзников в Нормандии оказала крайне негативное воздействие на моральный дух свободных британцев. Даже члены Большой Шестерки стали поговаривать о необходимости вернуться в Великобританию до того, как туда дойдут сведения об их измене. В августе за кражу пистолета, который был продан иностранному рабочему, из корпуса был изгнан и отправлен в лагерь Том Перкинс. Также в августе за неповиновение старшему позванию Плезанс, Лайстер, Хау, Роуз, Футчер, Роуландс и Крофт были отправлены в штрафной лагерь СС Блицшверина на дорожные работы, а Лейна просто вернули в лагерь для военнопленных. Эти инциденты уменьшили численность корпуса на треть. К сентябрю 1944 года члены Большой Шестерки явно стали бороться со своими строптивыми свободными британцами. Наиболее убежденный нацист Макларди покинул корпус и добровольно поступил на службу в медицинское подразделение ВАФН-СС. Ну а Курландер и Мэйтон просто сбежали в прифронтовую полосу в Ашелоне, перевозившем фламандский батальон ВАФН-СС Брюссель. 4 сентября 1944 года они сдались британцам. Однако в конце сентября в корпусе появились два новичка Уильям Александр и Хэри Хайтингель. И вновь причина была та же, что и у многих других нежелание нести ответственность за сексуальные связи с немками. Вскоре корпус отправили Дрезден для боевой подготовки в службе в Восточном фронте. Кроме этого солдаты корпуса не забывали о развлечениях и спорте. В ноябре 1944 года Ханс Рёбке был снят со своей должности за скептические высказывания о ситуации с КСБ и его будущем. Его сменил оберштурмфюрер Вальтер Кюлих. Тогда же в ноябре Купер, всячески стремившийся покинуть корпус, был смещен с командной должности. Ему были предъявлены обвинения в антинацистской деятельности, но в конечном итоге он оказался в учебном батальоне дивизии Лейпштандарт СС Адольф Гитлер, прослужив оставшиеся шесть месяцев войны военным полицейским. Ему еще предстояло встретиться со своими однополчанами в последние дни войны. В ноябре в корпус вернулись бунтовщики во главе с Плезанцем, который вскоре женился на немке. Среди них не было Перкинса, оставленного в лагере для военнопленных, и Роландса, которому удалось сбежать и спрятаться в одном из пригородов Берлина. В это же время в корпус прибыл южноафриканец Питер Лабушан. В декабре 1944-го, в январе 1945-го среди свободных британцев появились Уильям Миллер, который предпочел КСБ четырехмесячному сроку в тюрьме, и южноафриканец Лоренс Виль Олин. Интерес представляет мотивы вступления в КСБ еще троих добровольцев. Один из них, южноафриканец Дуглас Мардон, находился под влиянием русофобских чувств, которые развелись у него до очень сильного уровня после контактов с советскими военнопленными. Джордж Крофт и Джон Сомервиль были в плену с 1940-го года, успели хорошо выучить немецкий язык и работали в лагере переводчиками. В этой связи им постоянно угрожали другие военнопленные и сформировавшиеся среди последних неуправляемые банды. были и такие, занимавшиеся грабежами и даже изнасилованиями, что и привело их к КСБ. Так, в начале января 1945 года корпус достиг максимальной за свою историю численности в 27 человек. Несколько позднее в корпус едва не угодили шесть новоселандцев майори, но австралиец Баркер отверг их, заявив, что КСБ призназначен только для белых. Однако корпус продолжал рехорадить. Война близилась к концу и группа, в которые входили Кауи, Футчер, Александр, Миллер, Найтингель, Саймонс и Бэтчелор решили бежать, чтобы добраться до линии Восточного фронта и сдаться советским войскам. Побег не удался. Кауи, Футчер и Александр были посажены в лагерь, остальные возвращены в корпус. В корпус также пришел новичок Александр Маккинон, которого принудили к этому под угрозой суда за саботаж, но его покинул Чарли Манс, который уехал к своей невесте в Данцик и его дальнейшей судьбе мало что известно. 12 февраля в результате массовой бомбежки Дрезден, в котором находился КСБ, был разрушен. Виллёен получил ожоги и оказался в госпитале. Уильям Бриттен, уже давно планировающий побег, как-то признался в этом своей подруге, норвежской медсестре, и добавил, что знал о предстоящей бомбежке. Она не замедлила выдать его гестапо, после чего почти все военнослужащие КСБ были арестованы. Хэйсис и Хау избежали ареста, совершив побег. Им удалось смешаться с колонной военнопленных, эвакуируемых на запад. На этом история КСБ не кончилась. Арестованных освободили из тюрьмы и перевели в Берлин. Начальство решило, что корпус пора бросить в бой. В этот момент в него пришел еще один доброволец Фрэнк Эксон, который вступил в корпус под угрозой судебного преследования за то, что работая на ферме он ударил корову, вынудив ее оттелиться раньше времени. Перспектива боев против наступавшей Красной Армии мало улыбалась свободным британцам. Саймонс, Роуз и Найтингель добились разрешения на возвращение в лагерь для военнопленных. Призантос и Лейстер были переведены в подразделения Министерства пропаганды, доживающего последние недели Рейха. 8 марта свободным британцам предложили простой выбор – лагерь или Восточный фронт. Привыкшие к осносительно вольной жизни британцы становились на втором. Однако Уилсон умудрился отстраниться, заняв должность связного между Берлином и КСБ, а Лабушана и Миллера просто сочли бесполезным балластом и избавились от них. Менчин тем временем попал в госпиталь. На протяжении четырех дней корпус приобрел навыки обращения с Панцерфаустом и новым автоматом МП-44. В конце концов, 15 марта КСБ против полностью поместившись в один грузовик отправился на фронт в крестовый поход против большевизма. По прибытии на протяжении нескольких дней КСБ был расквартирован на месте дислокации третьего танкового корпуса СС. Германишен СС Панцеркопс подразделение СС укомплектованное немцами, фольксдойчами, датчанами, норвежцами и голландцами. За это время корпус потерял еще одного бойца. С обострившейся гонореей Джордж Крофт отбыл на лечение. 22 марта корпус был отправлен в распоряжение рекогностировочного батальона, находившейся в резерве дивизии СС Нордланд, наиболее многоционального подразделения войск СС. В ожидании отправки на фронт прошло еще четыре недели. За это время корпус растерял все остатки былого энтузиазма и тут на сцене вновь появился Купер. Получив 6 апреля приказ отбыть на фронт, он, запавшись штатским костюмом, отбыл в распоряжении третьего танкового корпуса. Здесь, к собственному удивлению, он получил приказ нанести визит в расположение КСБ. В беседах он отговорил свободных британцев от идеи побега. Хорошо зная, чем это может кончиться для них, окажись они в руках военной полиции. Ему удалось убедить командующая дивизией Нордланд, бригадан фюрера СС Циглера в том, что КСБ мало боеспособен, морально не стоик, и что лучше будет, если британцев уберут с фронта. Циглер согласился, и британцев отправили в Темплин. 19 апреля на сцене появляется последний герой этой драмы. В расположении КСБ прибыл человек по имени Дуглас Берновиль Клей, одетый в форму гауппштурнфюрера СС. Это был бывший второй лейтенант британских командос, попавший в плен в Северной Африке. До военной времени он служил в армии, увольнялся и вновь возвращался в строй, причем на его счету были кражи, двоеженство и разные финансовые махинации. В плену он был разоблачен его же товарищами как немецкий информатор и был удален из лагеря самими немцами для его же безопасности. Неизвестно, что случилось с ним между этим моментом и 19 апреля 1945 года. Известно то, что Бернавельклей рвался в бой, но Купер остановил его. Вскоре он исчез вместе с МакКинноном, через несколько дней сдавшись союзникам. 2 мая Купер вместе с остатками корпуса сдался в плен американцам в районе Шверина. К этому времени Бэтчелор и Стоукс уже покинули свое подразделение. В конечном итоге британцами были арестованы 27 человек, в разное время служившие в КСБ или имевшие связи с ним. Эрик Плезанц оказался в советской оккупационной зоне, был арестован в начале 1946 года по подозрению в шпионаже и провел 7 лет в лагере в районе Воркуты. Послевоенная судьба свободных британцев сложилась по-разному. Купер и МакЛарди получили пожизненное заключение, но первый, который, разумеется, ничего не рассказал следствию своему участию в карательных акциях, был освобожден а срок МакЛарди был позднее сокращен до 15 лет. Бриттон получил 10 лет, но очень скоро был освобожден по болезни. Уилсон получил 10 лет. Это данные из книги Адриана Вилла, которые противоречат данным о его связях с британскими спецслужбами, приведенными в документальном фильме «The Brits who fought for Hitler». Саймонс, 15, Берри, самый юный участник событий, 6 месяцев. Канадис Мартин получил у себя дома 25 лет тюрьмы, южноафриканцы Мардан, Вильяен и Лобушан были оправданы, последний, правда, штрафован на 75 фунтов стерлингов. Примечательно, что оправданный за недостатком улик Бервен Вильклей был оставлен в армии, но уже через год уволен за серию мелких краж и эмигрировал в Австралию. Хотя в его послужном списке, кроме измены присяги, были еще судимости за кражу и двоеженство, он стал на новой родине школьным учителем в колледже Святого Грегори города Кэмпбельтаун в Новом Южном Уэльсе. Этот, отличавшийся невероятным обаянием проходимец, всегда позианировал себя, как ветеран Второй мировой войны и пользовался уважением соседей, которые вполне искренне оплакивали его, когда он умер в 1975 году. Бернивилл Клей Фото под арестом Новозеландец Курландер отсидел семь лет из своего пятнадцатилетнего срока и впоследствии ходил по седнейским барам, хвастаясь тем, что когда-то служил в СС. Австралийцы Чипчейс и Вильямс вообще не подверглись судебному преследованию, как и большинство свободных британцев, но Стоукс получил год в тюрьме и отсидел около полугода, так как ему зачли пребывание под следствием. Уже в 2000-е годы журналисты разыскали Чипчейса в одном из пригородов Перта, но им не удалось разговорить бывшего свободного британца. Он повторил свою старую историю о том, что пробыл в учебном лагере всего несколько дней, но потом вернулся в лагерь для военнопленных, но документы в свое время показали, что он служил в КСБ. Чипчейс вежливо спровадил журналистов, отказавшись сдаваться в подробности. Австралиец Чипчейс один из свободных британцев. Боевой путь КСБ представляет собой в какой-то степени исторический курьез. В реальности эта небольшая группа людей представляла собой каплю в море, попавших в плен военнослужащих армии Великобритании и ее доминионов, которые в основной массе остались верны военной присяге и перспектива борьбы с мировой плутократией и большевизмом или крестового похода против России их не вдохновила, несмотря на немалые усилия нацистской пропаганды. Среди британских фильмов вспоминается эпизод The Hight 2010 год из знаменитого сериала The Foyless War. Он посвящен судьбе британского агента, заброшенного спецслужбами в КСБ для разложения его изнутри. По-видимому, создатели фильма обыгрывают эпизод с возвращением Великобритании в бывшего военнослужащего корпуса Томаса Фримена, вступившего в СС для саботажа всего нацистского проекта. Упоминания о КСБ можно услышать в фильмах Joy Division 2006 год и книге The Eagle Has Landed 1975 год, по которой был снят одновременный фильм 1976 год. Приложение Прокламация Легиона Святого Георгия Соотечественники 150 тысяч наших соотечественников томятся в тюрьмах у себя на родине, потому что они заявили о своем неприятии этой братоубийственной войны. В нарушении фундаментальных законов нашей Конституции эти люди не прошли через судебное разбирательство и даже не получили разрешение на юридическую защиту. Американские войска не только оккупировали Ольстер, но и прибывают во все большем количестве в Англию. Военно-морские базы и колонии передаются администрации господина Рузвельта. Кроме 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 эта война перестала быть войной народов, теперь это идеологическая война. Европа и наша страна находятся под угрожей вторжения орд большевистских варваров. Поэтому я обратился к правительству Германии с предложением сформировать британский антибольшевистский легион. Я призываю всех британцев ответить на этот призыв защитить с оружием в руках принципи, который мы, англичане, первыми провозгласили миру. Защитим наши дома, наших детей и всю нашу цивилизацию от дракона азиатского и большевистского зверства. Легион Святого Георгия будет сражаться только против коммунистов и ни на каком другом фронте. Сотни солдат добровольно вступили в легион. Люди, бежавшие из Англии, присоединяются к нам. Три полностью вооруженных и укомплектованных самолета королевских ВВС перелетели к нам. Это вы, граждане, должны протянуть руку и подтвердить ваше намерение взять на себя ответственность за сохранение целостности нашей империи, доказав миру, что мы еще не полностью продались еврею или плутократу. Соотечественники, Европа ожидает, что каждый цивилизованный человек выполнит свой долг. Национальная Англия ждет того, что вы окажетесь достойными призыва Нельсона. Англия ожидает, что сегодня каждый выполнит свой долг. Мы спасем Британскую империю от коммунизма и американской ненасытности. Мы покажем всему миру, что свободные англичане никогда не будут рабами еврейской плутократической тирании. В эти судьбоносные дни, когда мы встаем на защиту цивилизации, я молю, я требую, чтобы вы расстались со всеми колебаниями, предубеждениями, всей ложью, которые привели вас туда, где вы сейчас. Ваш выбор это ваша нация за Англию и Святого Георгия. Париж, 20 апреля 1943 года. Джон Эмери. Джон Эмери. 1912-1945 год. Один из виднейших британских ренегатов, убежденный нацист и нацистский пропагандист в годы Второй мировой войны. Сын Лео Эмери, члена британского парламента, занимавшего в разные годы, включая период Второй мировой войны, высокие государственные посты. Приговорен британским судом к смертной казни за измену и повешен 29 декабря 1945 года. Компиляция и перевод Владимир Крупник Конец. Читал Олег Лобанов.